Виртус ПРО Виртус ПРО Ну, по крайней мере, лучше, чем вчера, то есть уже не ходишь с кислой миной по всему залу и везде, но в целом нужно понимать, что хотелось бы всегда играть и следующий день, и следующий, и выиграть именно турнир, а не заниматься другими делами, назовем их так. Тем более при поддержке трибун, первый турнир в Москве, чуть-чуть про это, расскажи. Да, ну, то есть прежде всего неприятно выходить к фанатам с кислой миной, не с победой, не порадоваться вместе с фанатами, это действительно так, а по поводу домашнего турнира, ну, очень приятно, что куча людей пришли поддержать именно нас, приятно также видеть, что в Москве поддерживают и другие команды, что много фанатов и Альянс, и ОГ, и ЕГ, ну, и Сикретов, то есть всех-всех-всех команд здесь поддерживают, все изголодались, так сказать, по такому крупному ИВЭТу и по игрокам, собственно. Очень много китайцев пришло, удивительно. Ну, наоборот, для меня, наоборот, неудивительно, то есть, во-первых, это Ньюби, чемпионы интернешнл, там очень много звезд, начиная Чаня, Хао, Му, то есть люди, которые, ну, являются легендами в доте в целом, и, соответственно, неудивительно, что на крупный турнир пришло очень много их фанатов. Буквально только что Сергей рассказал, что в кабинках не было ничего слышно, в том числе поддержки трибун. Замечали ли вы какие-нибудь плакаты в свою поддержку или какие-то жесты? Ну, естественно, мы, когда мы играем и находимся в кабинках, мы от этого всего абстрагируемся, и то, что впереди или вокруг нас, мы вообще не видим, кроме нас самих и, собственно, игры. Когда выходишь, естественно, мы видели всех фанатов, естественно, было неприятно выходить, ну, просто уйти, грубо говоря, со сцены. Но в целом нужно еще понимать, что звукоизоляция именно на этом турнире, она была лучше, чем вообще на всех других, потому что не было слышно действительно вообще ничего. Было слышно только, знаешь, вот эта волна звука, она трясла стекло немножко, вот это мы слышали. Ну, то есть, я так даже не слышал, а ты чувствуешь это, а вообще ничего, никакого звука извне мы даже близко не слышали. В первый день были жалобы, по-моему, от ОГЭ о том, что им в лицо кит лампы светили. У вас не было таких проблем? Ну, на самом деле, это не то, чтобы проблема, это естественный процесс на всех турнирах, то есть освещение на игроков, освещение ламп и всего прочего, ну, так происходит на всех турнирах. Это не то, чтобы жалобы, это скорее просьба, ну, ребят, типа, все, мы играем, как бы, можно сделать для нас максимально комфортные условия, то есть это естественный процесс. То есть, ну, хочется, чтобы сцена, турнир выглядели эффектно, специфично и красиво, и, соответственно, ну, ты с этим миришься и понимаешь, что оно так должно быть. То есть, если вспоминать на интернешнале, когда ЕГЭ выиграли, там, вся вот эта пиротехника, ну, не пиротехника, вот эти искры отовсюду, это выглядит эффектно, но нужно понимать, что это не для всех людей приятно. Особенно, когда ты в этом эпицентре стоишь, там, вот эти дымы все, это, ну, это не то, что неприятная вещь, это такая вещь, которой можно было бы обойтись, но она важна, и, ну, это, чтобы просто красиво выглядело. Давайте перейдем к доте. Недавно вышел новый патч. Тебе, как капитану команды, как дался этот переход? Ну, обычно, знаешь, переход, он оценивается непосредственно результатами, а, так как, может быть, результат у нас не самый хороший, можно сказать, что и переход неудачный, но, на самом деле, этот патч, он выглядит так, что нет чего-то суперимбалансного или чего-то выделяющегося, и каждая команда нашла что-то свое в этом патче, соответственно, ну, этим этот патч интересен, то есть ты играешь против новой команды, тебе где-то нужно перестроиться под эту команду, где-то вражеской команде нужно перестроиться под тебя. И, соответственно, ну, этим этот патч интересен. Ты недавно перешел с Харлини на саппорт. Да, наоборот, саппорт. Да. Как это сказалось именно на работе у капитана? У тебя меньше времени остается на команду? Ну, не совсем. Нужно понимать, что, когда я играл на роли саппорта, я отвечал за early game. Ну, соответственно, я думаю, как во многих командах саппорта отвечают за early game и за early перемещение в игре. Естественно, когда я пересел на роль оффлейнера, я за эти перемещения отвечаю. Но это не связано с капитанством, как многие люди думают. А, соответственно, in-game колы, которые... Ну, то есть обычно капитан решает ситуацию, когда есть два, ну, два разных варианта развития событий. И один игрок предлагает одно, другой другое. И именно капитан, он просто говорит, типа, ребята, делаем это, и все беспрекословно это выполняют. Ну, то есть именно так работает капитан и капитанство в игре. Ну, и, соответственно, в этом плане ничего не поменялось. То есть есть колы, я их делаю. Соответственно, именно игровая моя роль поменялась. Ну, то есть оффлейнер, саппорт разная роль. Завершает интервью. Какие-то последние слова фанатам, зрителям Good Game. И вообще, может быть, какие-то приветы родным. Ну, соответственно, спасибо фанатам за большую поддержку. Очень приятно видеть вас, слышать вас. И, так же, хороших вам нервов в будущем. Всем фанатам без исключения болейте вы за ту или иную команду. Ну, и привет людям, которые знают меня, моим друзьям, родителям, семье. Всем прям всем. Как настроение? Ну, лучше, чем вчера. Отошли уже, да? Ну, то есть хотелось бы сидеть, играть, а не ходить. Это время на интервью, чтобы оно было. Нет, лучше в ноту поиграть. Спасибо.